всем привет всем привет сегодня мы выехали на полигон с какой интересной темочкой у нас снова в гостях эдик и у эдика как вы знаете сайга 545 калибр такой хитрый красивый интересный у нас уже было похожее видео мы стреляли на 200 метров через пакет из досок и мы стреляли по моему полуоболочкой да да полуоболочкой кто не видел тут где-то сейчас на дэди кому-то где-то должно появиться вот ссылочка пройдите туда посмотрите значит сегодня у нас будет на испытаниях hello point это сами знаете это с дырочкой в носике значит пульки будем стрелять также на 200 метров барнаулом какой-то вес не припомню какой-то началось как ты не припомнишь то ну короче и барнаул hello point да там другого же нет варианта ну да разных весов то нету вот ты будешь стрелять я так понимаю с коллиматором опять конечно с коллиматором ты когда оптику возьмешь идет из китая идет уже тихо но мы об этом не будем никого говорить вот да значит мы обязательно потом посмотрим какая будет ойди коптика но я вам заранее скажу прикольная прикольная в общем эдик я вот что думаю если глазомер тебя не подведет наша задача что сделать попасть в пакет из досок вот пакет из досок будет там что-то под метр наверное там да это будет пятидесятки все перед ними мы повесим такой пакет целлофановый наберем воды как бы но чтобы максимально было интересно и посмотрим что делает твоя хитрая пулька стрелять будем вон оттуда перебираемся на стрелковый рубеж так точно не уходить это будет интересно итак мы перебрались на стрелковый рубеж конечно повторюсь очень плохо что коллиматора не оптика в общем наша задача это попасть через пакетик с водой и посмотреть что произойдет с пулей это будет стоковая hello point барнаул эдик наверное ты я смотрю ты не один патрон зарядил да да четыре патрона зарядил четыре патрона все-таки ты берешь поправку на свои глаза и на коллиматор да 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 конечно давай присоединяй и попытайся с первого раза попасть пакетик с водой вы все это будете видеть досылай патрон патронник огонь по готовности если с первого раза не попадешь но мы увидим попал ты или нет она я вижу что вода пошла но почему-то как бы я рассчитывал что будет брызг больше я услышал попадание да увидел попадание только откуда попала такое ощущение что ты попал как-то в колеса что ли какой-то звук глухой был такой да 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 шли порчу мы вот это вот кота тянуть за как говорится блестящие кокишки пойдем смотреть пойдем посмотрим пойдем но в принципе неожиданно вот неожиданно почему неожиданно потому что я бы навряд ли калиматором уже со своим зрением попал бы это получается у нас размер вот сколько тут доска 15 15 то есть у тебя цель была 15 где-то на 25 такой прямоугольничек вертикально вот и попадал ну вообще как я сказал это размер фазана да ну да то есть наш пакетик получился как бы стушку петушка фазанчика стушку петушка фазанчика ветер ты глянь какой боковой но мы понятно что мы сделали пристрелочных несколько выстрелов за кадром чтобы не опозориться с калиматором вы знаете я думал что будет прям такое что-то вот и получилась такая маленькая вот видите я тут рисовал такой прямоугольничек даже такой вот фломастером чтобы было лучше видно получилась такая маленькая дырочка вообще ни о чем ну чё как ты думаешь сколько пробили как ты думаешь 6 раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 то есть у нас получается всего вот это вот расстояние 60 сантиметров да да ну ты думаешь пробила 6 досок 6 досок это у нас сколько получается 30 сантиметров 30 сантиметров пишите скорее в комментариях как вы думаете от сколько он пробил я думаю что его пуля застряла не дальше 4 от игры 6 6 застряла или 6 пробила я думаю 6 пробила до 7 до между 6 и 7 в седьмой то есть 7 значит ты делаешь ставочку ты говоришь 7 а я говорю в 4 а вы скорее пишите пока я не начал все это разрезать как вы думаете в какой уже ну вот я сейчас тоже так повернул на нашем вот импровизированном столике покажу сразу точку попадания так смотри какая у нас точка попадания вот сюда ты попал очень хорошо вот с учетом ветра который у нас идет как раз вот отсюда сюда сдвигал пулю вот она а падение с уже ты в центр брал смотри падение тут тут два сантиметра ну 545 из 545 как бы у него нападение на 200 метров такое небольшое но левее чуть-чуть сдуло ты видишь хотя ветерочек ну такой порывистый ну сдуло ну попал попал ладненько давай самое интересное чем вот это вот как говорится разглагольствуем да так у нас после каждой досточки проложена лист бумаги или к тут поддержи чтобы она не упала чтобы мы видели точно что это прошла наша пуля вот проложили его бумагой так поехали значит первая вторая смотри-ка уже такое ощущение что разверну уже боком она идет я вот так повернуть чистым листом смотрите уже прошла боком боком прошла уже ну такое отверстие скажем уже как всем что 239 держи больше помогать так проходим дальше вот я уже отодвинул я чувствую что она где-то здесь смотри нет обратите внимание это мы прошли вторую доску как тебе ну то есть экспансив работает то есть до экспансив работает я между прочим было у меня желание такое засверлить потому что ну как бы знаете как вот в 39 патроне выровнять вот это отверстие но вот я смотрю что наверно потому что скорость скорость отрабатывает вот так вот я вот хочу вот этот бугорочек срезать посмотреть знаешь я вижу здесь остатки свинца уже вот смотри она какой-то серая видишь вот она есть чуть-чуть на пуля рушится так ты говорил где ну типа 6 ты говорил в этой длины она будет два три четыре пять шесть семь вот ты говорил длинная будет а я горел четвертой смотри третья доска третья доска знаешь поговорка доска два соска вот смотри все получилось чистенько чистенько но вот здесь есть такая вмятинка мятинка возможно это вмятинка знаешь что у нас она вот так же было по месту как раз где-то стрелял вот по месту но я думаю что скорее всего это от удара от удара скорее всего доски друг от друга в доске друг от друга щепки какие-то ударились и ты скорее всего просто зацепился и сделал зазубринку в третьей доске братуха в третьей доске вот она в хламе но она лупанула конкретно вот это на убирай уберем потом это все вывезем вытянем смотри-ка я очень попробую на камеру это показать чтобы от зрителям было видно вот смотрите видно я надеюсь вам и самое интересное ты видишь трещина вот трещина то есть здесь уже и вот они остатки сфинца на краю попробуем так делать нет я боюсь что так я буду делать и возможно что пуля она опа пуля она если она тут есть она она куда-то бежит ребята знаете что я вам скажу здесь нету вообще ничего кроме трухи свинцовой ты видишь на дальше по моему смотри ты думаешь что она вот она смотри как она красиво прям так сказала кого-то вот она вот она молокна волокна как она залила подожди пальцы билета сейчас без пальца останутся дни волокна тебя будут ну вот а вот она вот они вот она смотри смотри а как что я не пойму ничего а что произошло смотрите как интересно в третью доску то есть как пулю крутила посмотри а как чё я не пойму ничего а чё произошло как так получается это чё такое а это опять дурацкая 5.45 ребят сейчас я вам покажу попробую на камеру ближе чтобы вы видели но смысл такой как будто от пуля она осталась абсолютно целая она не деформировалась вообще от слова совсем вот прям вот он носик ты видишь ну да носик а вот жир который с нее вылез вот такое ощущение что все что попало в центр она не разворотила носик она как-то выдавила свинец задней части и кстати обрати внимание а почему в задней части она открытая она же по идее должна быть закрытая это же хеллоу-поинт хеллоу-поинт и полуоболочка у нее жопа латунная да ну как тут точно а тут голая слушай ну ну а вот это вот вот это вот шляпа это жир который с нее вылез и он плавно вокруг нее раздавился я сейчас на руке поднесу камере чтобы вы увидели все это чудо просто не хочу камеру перетаскивать вот смотрите вот такая получается пуля она абсолютно целая вот она абсолютно целый носик и вот ее как будто выдавила сзади а вот это вот она была плотного так пули прижата не знаю но постараюсь чтобы вам было видно там еще вот так она плотно и вот так лежала то есть вот этот жир из задней части не выдавился и вдоль пулю так лежал не ну знаешь то что она крутилась это да то что она целая осталась это значит было бы хорошо взвесить вот это все хозяйство да потеряв сколько у нее прошла вот и что мне еще понравилось она не пробила насквозь как вот у нас полуоболочка всадила полуоболочка у нас прошла по моему 7 или 8 где-то там было что-то такое да а fmg вообще у нас такого полуоболочки правильно полуоболочки просто тупо съелась пол пули ты же помнишь а это целая получается для охоты то вот это более интересно будет правильно это то еще прошла через воду у нас а там что не было воды нет да ты что подожди точно там тетропак тетропак был точно там был тетропак она тоже прошла через воду fmg у нас была без препятствия до fmg у нас вот без препятствия до fmg очень дурная пуля какая-то у нее вообще на как иголочка прошла и все мне кажется и животное а что там это вас прививка от к вида да она побежала дальше куда-то не ну я думаю что вот эта пуля даже без доработки ребят она мне кажется вправе у нее больше шансов для охоты использовать чем это да но она передала свою энергию то есть цели максимально слушай ну ты вот скажи мне как ты думаешь есть ли смысл увеличивать вот это вот отверстие которое вот как вот ты думаешь вот значит как вот мы делали выравнивали на 39 патроне мы выравнивали отверстие и ну как бы она у многих была завалена вообще то есть получалось пуля более качественно работаю действительно там подрывала сидела а здесь есть смысл как ты думаешь что чисто твое мнение я думаю что чисто ради эксперимента да для каких-то результатов для охоты я бы не стал лично я бы не стал то есть ты думаешь для эксперимента да да попробовать но мне кажется испортить пулю и она не полетит никуда ты знаешь я кто как рассверлит кто-то криво кто-то косо я не уверен в том что мы же не будем сверлить мы только подправим хотя слушай знаешь у меня есть другая такая маленькая все это такое миниатюр ненькая то есть как-то чуть-чуть подправить можно попробовать до ради эксперимента смотри у меня есть другая идея нас в основном смотрят ну принципе разные люди да как бы стрелки и охотники смотрят вот я вот просто что думаю если мы ее рассверлим она и так легенькая понимаешь она и так легенькая насколько это будет интересно непонятно опять же здесь получается у нас задняя часть ты видишь что при попадании сюда почему-то она выжила оттуда то есть здесь должна быть закрыта она быть латунью она голая получается взяли трубку зажали получился хэллоу-поинт такой непонятная как бы пуля я думаю что смысла нету но знаешь какой есть смысл люди которые применяют вот эти патроны я думаю что я думаю что вам будет интересно узнать например как эта пуля работать будет если например на ситуации разные если например 10 метров как ты это же интересно да вот 10 метров это интересно человек взял зашел магазин дайте мне хэллоу-поинт ему дали хэллоу-поинт все он там не заморачивается с этими всякими там сверлениями прочим прочим правильно конечно правильно он взял в общем не уходите мы сейчас вот этот колхоз свой нагородим заново и стрелем с 10 метров будет я думаю интересно так мы решили после некоторых так сказать дискуссий собрали такой же пакетик повесили такой же самый пакетик с водой в принципе все это сейчас видите мы решили стрелять не с 10 метров а с 5 метров ибо в жизни бывают разные моменты правильно да тем более на охоте у тебя заряжена хэллоу-поинт барнаул тот же самый патрон досылай патрон патронник я думаю чтобы пуля классно прошла параллельно они сверху вниз наверное попробуй как-то с колена давай огонь по готовности ну чё прикольно прикольно делай холостой выстрел предохранитель ставь как-то брызг мало все и теперь пойдем разбирать ребят на получилось интересно конечно но я рассчитывал все равно что будет какой-то бабах такой вот да вот у нас сейчас вот так вот у нас как прям умонтировала вот это нас тут был нарисован нехороший человек на пакетике но тут его понятно что разорвало по сравнению с предыдущим разом прямо тут даже вот видно как пошметки осколочки какие-то думаешь но разорвало конечно сильнее давай мы эту нитку сразу вот так как мы сделаем и вот так вот мы а потом заберем значит что я хочу сказать во первых я хочу вам уважаемые зрители также предложить написать в комментариях как вы думаете сколько с пяти метров прошла эта пуля вернее так в какой доске она застряла будет вот так вот ты как думаешь какой но я уже видел дырку уже успел посмотреть но я тебе хочу сказать это отверстие было да все таки все таки отверстие все таки отверстие вот как ты думаешь в какой она застряла в 3 ты думаешь в 3 думаю да а я вот думаю что все таки во второй но не в первой же но удар был довольно таки хороший но опять же ты заметил что вот этого колыхания не было вообще заметил нет не обратил на это вот я обратил внимание и вот кто сразу скажу не обратил внимание перемотайте посмотрите еще раз колыхания не было вообще то есть если например стрелял я с 39 патрона или тем более с 308 это все вот так ходуну то есть энергия пули гораздо было лучшими конечно да но знаешь как говорят что скорость большие меньше у пули вес меньше а скорость больше за счет этого энергия ну вот просто вот тебе живая энергия то есть даже вот этот куб он никуда не сдвинулся но люди купили купили вот смотрите во первых я хочу вам показать папа я первых хочу вам показать вот так вот на камеру вот куда ты попалмотри куда ты попал ты видишь и попал ниже. А знаешь, почему ты ниже попал? Потому что ты не учел что на таком расстоянии если ты целишься с любого прицельного, пуля приходит ниже. А у тебя калик стоит, калик выше. То есть тебе надо было целиться куда-то вот так вот вверх. Ладненько, у нас получается в чем вот это вот теребонька МКТА, да? У нас они по 4 штуки склеены, да? Да, да. Значит я вот эту четверку сейчас первую отрезаю. Я думаю, что дальше у нас дело-то не пойдет. Вот. Вот так вот мы ее раскроем. Вот. Вот. Ну что, ты готов? Готов. Вот она первая. Сейчас я попробую ее аккуратненько вытащить, чтобы чтобы листик вышел полностью ровненький. Потому что он намок. Смотри. Вот это первая дырочка у нас. Видишь, да? Ну да. Обрати внимание, что у нас пуля уже боком идет. Да, да, да. Ну, или раскрылась, не знаю. Или она лопнула, или она... Или стала ее кувыркать. Держи. Значит, что касаемо досточки. Так, где она? Какая из них? Вот эта. А вот эта? Это старая, да? Да, да, да. Так, это старая. Значит, вот у нее входное. Смотрите, я попробую сейчас вот так вот поближать. Вот входное. Ну, я тебе хочу сказать, это уже серьезное входное. Это уже не 5,45. Это уже что-то серьезное. Выходное чего-то тут как-то... Как-то вот... Как-то вообще никак. Мне же даже интересно. Есть что-нибудь? Нет, она... Она как-то интересная, ты знаешь. Ладно. Хорошо. Давай мы так вот откинем. Посмотрим вторую досточку. Вторую досточку. Не подглядывай. Не под... Ой, бля, что тут она наделала? Смотри, вот тебе вторая досточка прошла. Вот смотри, точно такое же отверстие практически, да? Да. Практически то же самое. Да. Держи. Вот. Что у нас под досточком? Вот смотри, здесь уже свинец. Обрати внимание. И доска треснула. Обратил ты внимание? Угу. Доска треснула уже. То есть ударчик какой-то пришелся. Ну вот я, например, я не помню, чтобы вот когда мы полуоболочкой с тобой стреляли, чтобы у нас было что-то похожее. Согласен? Да, не было. Не было. Хорошо. Третья доска. Угу. А ты говорил в четвертой? Ну, в третьей доске, да, я говорил. Не, а ты говорил в четвертой, нет? Ты в третьей говорил. В третьей. А я говорил во второй? Да. Я что, просрал, что ли? Катастрофа. Та-да-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да. Целая. В третьей доске. Так, нам надо, знаешь что? Хотел сказать ориентир. Ребята, ну, я вот сейчас вам покажу, во-первых, как она торчит. Она, обрати внимание, она торчит. Она носиком вперед. Она носиком, так ощущение, ну, вот она как кувыркалась, опять жопой пришла, ты видишь? Но тут такое ощущение, что она как пополам сломалась. Оболочка разлетелась. Ну, сейчас я покажу вам. Вот она. Вот она. Смотрите. Сейчас мы ее попробуем. Да, этот, убери ее. Давай, вот сейчас вот. Самое интересное, знаешь, что вот она попала. Прям так хорошо. Прям в краюшек сучка. Хорошо, что не в сучок. Вот я ее сейчас попробую вот так вот, чтобы как можно меньше ее деформировать, попробую ее вытащить. Это самое, самое, что я не люблю, вот это вот, выковыривать вот эти вот запчасти. Вот она. Ну, я тебе хочу сказать, во-первых, она очень красивая. Просто кобра какая-то. Прям, прям кубрэки, ты видишь, лень, трехглавая какая. Слушай, ну, обрати внимание, что у нее носик опять не лопнул. Носик целый, ты видишь? Да. Носик целый. Она пришла сюда боком. За счет того, что она пришла боком, пулю саму погнула. Угу. И жопа опять, ты видишь, где? Да. Опять не закрыта. Опять голосю нет. Я сейчас подойду, покажу это все дело на камеру. Вот смотрите, какая она получилась вот такой, такой треугольной лапой какой-то, да. Вот ее вот так согнула. Во. Вот так вот ее согнула пополам. И она еще как-то, как-то непонятно. Какая-то, посмотрите, какая-то чудо какая-то. Как кобра. Но, слушай, откуда вот эти два уха появились? Что, я не понял ее? Сломала. Как его сломала? Видимо, когда она боком вошла, кончик загнулся. И разошлась, треснула оболочка. А, лопнула рубаха по центру, да? Оболочка треснула, да? Она по центру лопнула и раскрылась. Ну, я тебе хочу сказать вот так вот. Вот если бы она вот так вот изначально бы ее вот так уродовала, когда она только вошла в первую, вот это было бы уже пуля чисто охотничья. Согласен? Ну, это еще под вопросом. То есть, что под вопросом? Входное в первой доске отверстие, оно очень тоже неестественно. Нет, мне кажется, что она когда заходит, когда заходит, вот именно вот это, Hello Point, ее сразу ставят боком. Боком, да. И она уже пошла. А все равно удар боком гораздо сильнее. Вот, на тебе на память. В общем, ребятки, вот так вот мы, как всегда, чудно, чудно провели очередной день за своим любимым увлечением стрельбой. Слушай, Эдик, а ты вообще часто чистишь оружие? После каждых стрельб. Пострелял, почистил. Пострелял, почистил, да? И вот никогда ты не задерживаешь ничего, да? Нет, с этим проблем у меня нет. А то у меня есть с этим проблемы. С этим проблемы есть, чистить я особо не люблю. Наверное, поэтому у меня вот это вот оружие отечественного производства. Я что тебе предлагаю? Есть такая... А вообще, чем ты чистишь? Подожди, я что-то перескакнул. Чем ты чистишь? Ну, химия же какая-то, правильно? ВД-40 и баллистол. Баллистол в... Слушай, баллистол, он вонючий. Вот, кстати, многие чистят, но он настолько вонючий, что просто кошмар. Вот я не знаю, я его чищу баллистолом тоже, но мне прям не нравится. Я тебе что хочу предложить. Есть такая компания. Это Санкт-Петербург. Neo Element. Или Neo Elements. Я не знаю, как лучше. Вот я вот такой импровизированный столик сразу сделал. Я предлагаю тебе протестировать, скажем, вот эту химию немножко. Вот. А ты мне заодно скажешь, насколько это удобный вариант такой, да? Вот такой у нас импровизированный такой столик, быстренько, чтобы по-чистенькому. Давай. Значит, свой карабин ставь. И я предлагаю, я предлагаю вот два таких вот красивых бутылька. Один называется Carbon Remove, а другой называется Cuprum Remove Foam. Значит, если... И тут написано Neo Elements. И вот таких вот два красивых бутылечка. Смотрите, какие красивые бутылечки. Значит, смысл какой? Вот здесь это пена для чистки оружия. Вот это вот средство для удаления нагара. Ребят, ну я думаю, что это две вещи, которые прям, ну реально нужны, наверное. Во-первых, как бы, они недорого стоят. И... Ну понятно, что под видео я прикреплю ссылочку, так сказать, где вот эту химию можно приобрести. Кстати, если вы пройдете по этой ссылочке, вы получите 15% скидки. от моего канала. Соответственно, вот так вот. Вот пена, она чем хороша? Вот смотри, привожу тебе пример. Вот мы постреляли, постреляли. И нам нужно какое-то время для того, чтобы мы добрались до твоей любимой чистки. Ты сразу чистишь? Да, да. А если, например, скажем, какая-то охота, какое-то что-то здрасте, какая-то сырость какая-то, то есть, а до дома тебе нужно ехать, ну там, какое-то время. А ты не можешь сразу почистить. Здесь есть такое очень хорошее предложение. Чем хороша эта пена? Давай мы сразу скручиваем, значит, вот это, оголяем мне ствол. Мы сейчас туда запшикиваем эту пену. И с этой пеной спокойно можно ехать домой. Домой ты приезжаешь и преспокойненько вот тут такая вот у нас хоботок вот такой интересный. Видишь, какой хоботок, глянь? Видишь, какой хоботок? Вот. Сейчас мы так вот вставляем. Так. Так, это мы вот так вот положим, чтобы что это банка такая, давай ее вниз поставим, потому что она очень тяжелая, чтобы она так. Так. Кстати, вот сразу и второй вариантик у нас тоже будет. Смотри. Значит, взбалтываем. Тут написано по инструкции взболтать. Значит, сейчас скажу. Значит, оставьте на время от 30 минут до 2 часов в зависимости от степени загрязнения. ствол при этом должен быть не горячим. То есть, я предлагаю так сболтать и сделать такой вот такой Вот такая вот она прикольная. Ты видишь? Угу. Вот. Значит, наша задача. Вставляем вот это вот хозяйство. Проталкиваем вот туда пока она не появится вишут как бы ну это вот тут у тебя каратыш пока не появится так это принципе необходимости такой особо нет и поехали смотри как я сделал по барски я тебе хочу сказать ничего себе она полезла и через газовую эту вот то есть в принципе вот вот такая пена для чищения это значит это с непривычки надо было ее гораздо меньше делать но я для тебя чего мне ничего не жалко понимаешь так а где у нас были патчи мы сейчас вот этими патчами давай нара тебе тоже чуть-чуть и мы этими патчами уберем просто лишку как-то и убрать же надо правильно ну убирать что ты стоишь смотришь да я даже не могу ее сдуть просто кого ты сдунешь нет мы потом это все уберем это все хозяйство нет видишь она такая довольно таки крепкая эта пена вот смотри глянь смотри она прям видишь вот глянь ломается ты видишь глянь видишь ломается Федик ее по легче ножом отрезать короче короче получился такая интересная фигня типа мишкина каша помнишь такую сказку у носова помнишь такой рассказ чё так как слабый запах как керосином немножечко не но химия есть химия понятно но нету вот этого сумасшедшего баллистольного запаха согласен ну баллистол на любителя да баллистол эти хочу сказать на любителя хотя 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 я тебе хочу сказать есть много чего интересного что на любителя например это гвоздика там да там что там еще было боярышника настойка тоже на любителя видишь так теперь мы оставляем это все покой все это нам не надо все то есть мы пшикнули ребят это просто непривычки можно было пшикнуть все это гораздо поменьше и в целях экономии и в целях целях так сказать экономии вот то есть смотри у нас все запшикано все это у нас готово для того чтобы ее вести домой теперь смотри еще есть какая фигня можно конечно вот этой же пеной дунуть в газовую камеру или камору и все это дело засунуть туда вот этот поршень но я тебе предлагаю сделать еще один такой маленький финтик смотри у нас здесь все в саже потому что у тебя банка банка кидает в обратку огромное количество газов наверное давай вот калик куда-то в карман кинь чтобы он не мулькал потому что я боюсь что на него набрызгаю вот а вот этот вот газовый поршень понятно что он засирается очень сильно у всех независимо от банки есть или нету так вот это у нас средство для удаления нагара тоже очень интересная вещь сейчас сделаем вот фальш старт сделали значит здесь тоже написано что значит перед использованием взболтайте мы взболтали правильно значит обильно смочите патч средством вот этим значит компания него элемент или элемент ну как бы зависимости от того что это конечно ребята можно все это сделать по-другому ну например макнуть спирт или в самогон да и протереть но мы лучше самогон этот используем в других целях значит что мы делаем мы не будем патчи ничего делать мы возьмем вот так вот и все это дело вот так вот мы это все дело запшикиваем включая включая все мы запшикили и пружину отсюда бы еще пшикай да хватит куда ты налил столько значит сколько там по времени должно на выставить 57 минут 57 минут но вот давай не будем ждать 57 минут мы просто возьмем и начнем вот это все дело эдик слушай она прям лень как она прям снимается прям посмотри-ка смотри обрати внимание все блестящее ты видишь не ты видишь она вот эту вот где где нагара побольше тут действительно надо было 5-7 минут выждать а это ты посмотри нагар сразу шел ты видишь слушай классная вещь мне нравится те нравится мы этими патчами тут все закидали смотри как она прям классно снимает будет написано намочить патч вообще с тобой сделали по борзому понимаешь вот как ты выдышкой ты не делаешь выдышкой на на фоне обоев правильно все там сразу же на чеки-брики сделает а мы тут с тобой в налую на улице красоту нарушают вот мари как чё тебе стул чищу я не пойму ты в халяву вошел что ли вот смотри обрати внимание ну 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 скажи что нибудь ну хорошо ну чистить же не но если бы это было каталлажа мы бы вам сказать что это лажа но она чистит самое интересное что вот эти все вот и химии которые у этой компании на сайте они есть в разных расфасовках то есть зависимости тоже запах такой как бы ты знаешь запах понятно что химия есть химия нефтепродукты но но нет вот этого ядовитого вот смотри вот оно время проходит и обрати в нем я тебе уже почти вот самая главная часть чистил всю но тут кстати я вижу следы как омеднение что ли где вот на краешке видишь ну давай попробуй протри ну чё стирается стирается да то есть был как налет такой как кирпичного цвета откуда-то говорит человек который чистит каждый раз оружие там налет какой-то ржавчина тебя был эдик значит я что думаю наверное можно рекомендовать вот эту химия компания new elements а мы наверно будем прощаться с нашими зрителями потому что если мы будем чистить это аккурат сейчас и солнце сядет да да ну как бы интересно попробовать что-то из современного мира средств для чистки самое интересное что это недорого держи самое интересное что это недорого и самое интересное это наша компания которая там все санкции прочее прочее понимаешь а если ребятки это это чистит то какой смысл переплачивать логично а еще если пройдете по ссылочке под видео вы получите 15 процентную скидочку от меня ну что наверное вот так вот мы постреляли заодно показали вам новую химию вам мы желаем не болеть не кашлять правильно правильно подписывайтесь на нас канал есть еще не подписаны сейчас правильно правильно ну и как говорится всем пока 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 мне понравилось хренеть как она полезла пена из этого я не ожидал я не ожидал что так она будет домой придешь просто ее патчами протрешь и все она по идее у тебя все она по идее у меня все она по идее у меня